Премьер-министр Арсений Яценюк призвал мэров украинских городов завершать отопительный сезон в связи с установлением теплой погоды. В гневной тираде главы правительства говорилось, выбранные городские головы прекрасно знают, что газ дорогой, а тарифы высокие. Поэтому пора прекращать отопительный сезон, когда температура уже давно плюсовая. В Одессе отопительный сезон официально завершился только 14 апреля. Почему так произошло и чем это чревато в нашем сюжете? 14 апреля появилось распоряжение Одесского городского головы. Завершить отопительный сезон. Руководителям предприятий всех форм собственности, на балансе которых находятся системы центрального отопления, поручено обеспечить отключение данных систем, а также начать плановые ремонты. Специалисты полагают, частично отопительный сезон можно было завершить и раньше, тем самым сэкономив и ресурсы, и уменьшить суммы в будущих платежках. Тем более, что в эти выходные было очень тепло, и по нормам отопления нужно было отключать. Нужно было просто-напросто отопление не то что отключить, а начать его перевести такой на ночной режим. То есть с вечера подогревает, где-то в час 4 его там выключает. Вот это дало бы экономию безусловно значительного газа, это первый вопрос. Ну и для кошелька горожан. Специалисты, как и сам премьер-министр, предполагают, отопительный сезон затягивается специально, чтобы предъявить потом населению счета. Эксперт по энергосбережению Сергей Леевиков полагает, что для того, чтобы не платить за лишний газ, простым людям стоит подсуетиться. Иначе ситуация может затянуться. Она просто выгодна поставщикам тепла. Задача котельных в том, чтобы сжигая газ тепло генерировать, мы с вами уже вправе определять, какую температуру мы хотим видеть в наших квартирах. Но, конечно, бездействуя ничего не произойдет, оборудуя каждый многоквартирный дом приборами учета и приборами регулировки тепла, мы можем добиться самостоятельности и самостоятельного определения тех температурных условий, которые нам необходимы. Я знаю, что там огромнейшие долги, которые там за газ. То, что предупредил премьера о том, что эти деньги будут взыскать, и он, конечно, тут совершенно прав, что зачем нужно было сегодня оставлять включенным отоплением, если вот такая температура, на выходные дни было плюс 21 градус. В данном случае, я, например, считаю, что такое решение было неправильное. Стоит заметить, что в правительстве в данный момент рассматривается вопрос о наложении штрафов на предприятия теплокоммунэнерго, которые неэффективно используют газ, и платить предприятия должны собственные деньги, не перекладывая эти штрафы на население. Анатолий Косин, Вячеслав Флештаба, телекомпания Круп.